Вот эта листовка, описывающая подвиги бесстрашного разведчика Прокопия Канева. Ему неизвестный автор даже посвятил стихотворение. «Пускай гудит в полях пурга, пускай метель метёт, Отважный Канев в тыл врага стремительно пойдёт». В годы Великой Отечественной военной печать листовки и плакаты имели огромное значение для мобилизации сил армии и всего народа. На них печатались фотографии имена лучших из лучших солдат фронта. В Ненецкий краеведческий музей данная листовка попала благодаря известному окружному историку и краеведу Юрию Каневу. «В своё время я обнаружил её в интернете, она продавалась на аукционе. Я купил её и передал её в наш окружный музей в память вот об этом героическом бойце». Прокопий Канев в 1938 году был призван в армию. Он оказался на службе в 212-й воздушно-десантной бригаде, которая считалась элитой Красной армии. «С начала войны бригада была переброшена на Украину и приняла участие в обороне Киева, причём проявила себя с самой лучшей стороны. Когда в сентябре войска Юго-Западного фронта были окружены под Киевом, так как и киевский котёл, бригада не сложила оружие, она с боями прорвалась. И вот именно в этих боях Прокопий проявил себя с самой лучшей стороны. Он захватывал языков, уничтожал штабы противников вместе с товарищами. В общем, действовал очень активно, смело, решительно». Вот как описывает наградной лист подвиги младшего сержанта. «Героический боец товарищ Канев неоднократно пробирался в тыл врага, уничтожая фашистов, сел в панику и доставлял ценные сведения, благодаря которым батальон успешно выполнял целый ряд боевых задач. Находясь в разведке в селе Мутино, 7 сентября 1941 года разведал расположение батарей, танков и скоплений войск противника. Попав в окружение, он уничтожил офицера и одного солдата, сам вышел невредимым. Находясь в разведке в селе Заболотово, 10 сентября того же года зашел в тыл противника, уничтожил до 10 солдат и офицеров, забросал их гранатами, а остальные в панике бежали. В разведке 29 сентября 1941 года в совхозе Павловка забросал гранатами боевое охранение противника, где уничтожил до 12 фашистов. Уничтожил ехавшего на мотоцикле офицера и привел в штаб мотоцикл и ценные документы. За проявленный героизм, мужество и образцовое выполнение боевых заданий командование воздушно-десантной бригады представило Прокопия Канева к званию Героя Советского Союза. Но военный совет фронта решил наградить сержанта орденом Ленина. На основании указа Президиума Верховного Совета Союза СССР от 22 октября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецким захватчиком и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом Ленина младшего сержанта Канева Прокопия Руфимовича в списке награжденных под номером 21. За все годы войны Прокопий Канев – единственный солдат из Ненинского округа, кто был удостоен высшей награды Советского Союза Ордена Ленина. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал Север.